Всем привет-привет! И одна из зрительниц моего канала написала мне вопрос, у нее предстоит свидание с иностранцем в ее городе, это и мой город, Санкт-Петербург. И она у меня спрашивала, как мы проводили время с моим мужем, когда он приезжал ко мне, когда он ко мне приехал на первое свидание. Как мы проводили время? Кто платил? Как это возникали вот эти финансовые вопросы? Как решались? Постараюсь рассказать вам вкратце. Сразу вам скажу, мой муж в первый свой приезд остановился в апарт-отеле Вертикаль. Что такое апарт-отель? Это номер гостиничный и была маленькая такая, знаете, импровизированная кухня. Ну как импровизированная? Это были две комфорки, плита маленькая, да, столешница, холодильник, там стояли тарелочки, там, я не знаю, две тарелки, по-моему, стояли, две вилки лежали, две ложки, нож, ну вот такие, чайник. Такие вещи какие-то там, чайник там приносили, да, оставляли сахар, ну вот такое, чтобы можно было в случае чего там при желании. И приготовить что-то себе тоже. Апарт-отель Вертикаль. Он находится на Московском проспекте, рядом, ну там буквально, я не знаю сколько, метров 150 от метро Фрунзенская. Соответственно, это метров 200 от набережной обводного канала. Очень удобно. И она у меня тоже спрашивала, как я его возила на своей машине или нет. Рассказываю. Я его встретила в аэропорту, привезла его в этот отель, да, и, конечно, он видел, что у меня машина есть. Но мой муж, он не стал этим пользоваться. И поскольку метро было совсем рядом, мы с ним как гуляли. Я приезжала к нему, ставила на парковку гостиничную свою машину, и мы шли в метро, ехали в центр. И мы шли, допустим, один день гуляли по Невскому. Мы шли, дошли до Эрмитажа, рассматривали справа-слева. И еще хочу сказать, что я не была настроена проводить экскурсии для гостей города. И мой муж не был настроен получать эти экскурсии. Поэтому я не знаю, какой мужчина придет к вам. У нас было так. У меня не было такого, что мне делали замечания. А, я приехал, а ты не подготовилась, ты не знаешь, там, кто там жил в этом здании, или кто там его построил, и в каком году, или еще что-то, да. У нас таких проблем не было, у меня таких вопросов не было. Хотя, я прожила в Санкт-Петербурге 25 лет, и проблемы для меня бы это не составило. Но у моего мужа был другой план. Он приехал познакомиться не с городом, а конкретно со мной. Поэтому мы с ним гуляли, мы заходили с ним в какие-то кафешки. Я не знаю, потом у нас там есть этот музей шоколада, помните, там на Невском, да. Заходили туда, покупали какие-то сладости, дошли до Эрмитажа. И я ему рассказываю, вот Эрмитаж там, а там очередь такая. Я говорю, хочешь, мы можем пойти посмотреть. Он меня спросил, ты хочешь пойти внутрь? Ну, я так говорю, ну, я пошла бы. Он говорит, ты там уже была? Я говорю, ну, миллион раз примерно. Он говорит, значит, нет. Зачем стоять, если тебе это уже не интересно? Я говорю, ну, а тебе, ты же, может, интересно? Он говорит, послушай, я приехал провести время с тобой. Поэтому вот мы гуляли там. Следующий день, там солнечный такой день выдался, знаете, повезло. Мы поехали, но уже на моей машине. Я поехала, потому что на транспорте с пересадками какими-то. Сейчас поймете, почему? В Петергоф. Мы весь день провели в Петергофе. Мы гуляли, фонтаны, красота, то же самое, кафешки, оплата билетов. С моим мужем у нас такой вопрос не стоял. Даже я когда заезжала на заправку, а он по-русски там знал только «привет», и, наверное, все на тот момент. Сейчас он уже несколько слов знает по-русски. А, и «спасибо», по-моему, он знал еще. Да, два слова. Не уверена, что он понимал значение этих слов, но, тем не менее, знал два слова. И вот, допустим, я на заправку приезжала, да, и пистолет в бак, и идти оплачивать. Он говорил, я пойду оплачивать. Я говорю, ну, язык как? А у нас на заправках, знаете, там, ну, я не знаю, как он общался, потому что у меня подружка на заправке работает, и где она, и где английский язык, да. Но он как-то, я не знаю, на пальцем их показывал, я не знаю, деньги давал. Как он с ними объяснялся, я не знаю. Он один ходил, он один шел оплачивать. Как бы наоборот, я даже, я не была страшновато за него, как он будет объясняться. Но мой муж, вот он находил как-то общий язык с сотрудниками заправок, и он оплачивал, заправлял, и все. Как-то не возникало. Даже он мне говорил, а теперь там, допустим, мы съездили куда-то. Он говорит, а теперь поехали на мойку заедем. Ты знаешь, где мойки? Здесь там, в каком-то там ближайшем районе. Я говорю, нет, я не знаю, я живу в другом районе города, как бы не очень ориентируясь с мойками, во всяком случае, да, для машин здесь. Он говорит, ну, сейчас посмотрим, загуглим. Вот так. И поэтому каких-то вопросов об оплате у нас не возникало априори. Вообще никак. Так, мы, понятно, что мы ходили с ним, гуляли, мы кушали, мы проводили целые дни вместе. Ну, пару раз за день мы все равно заходили куда-то, да, вот эти вообще питы куда-то кушать. И никогда этого вопроса, ну, вот даже не было, и я сейчас вот вспоминала, но я не знаю, у нас, у меня даже мысли вот такой не было, что, а кто будет платить или как. Ну, как это сразу вот, ну, это чувствуется, когда мужчина настроен серьезно, понимаете, это сразу чувствуется, это сразу видно. Если женщина, если женщина ему понравится, мужчина, то мужчина, конечно, старается ее вот взять вот так в охапку, защитить от всего, да, и радовать. Хотя бы в тот промежуток времени, когда они вместе. Ну, у меня было вот так. Поэтому, а, и один раз еще мы поехали на машине потом тоже вот через весь город в парк 300-летия Санкт-Петербурга. Тоже был жаркий день. Мы поехали на пляж, и там же пляж, и парк, и мы там тоже гуляли. И, знаете, там днем поехали до самого вечера, там прогулялись, вот, а там еще торговый центр, да, этот стоит, не то, ну, в общем, мы там еще погуляли. Он мне говорил, пойдем по магазинам. Потом в какой-то дождливый день мы ездили в торговый центр у московского вокзала, как он называется, уже забыла. Знаете, кто знаете, да? Вот, понимаете, вы же стало забывать. И он тоже огромный торговый центр, галерея. И мы в этой галерее гуляли, там куча кафешек, тоже там кушали. Но ему хотелось меня не только накормить как следует, ну, я худенькая, ну, всем хочется меня накормить почему-то. И ему хотелось еще что-то мне купить. Вот я помню, он говорит, давай зайдем. Вот он мне там купил эту обувь, я рассказывала до этого, да? Я расплакалась, потому что мне было так удивительно, что посторонний человек, да, он не хотел меня отпускать переобуваться, потому что днем было тепло, а потом стало холодать к вечеру. Он говорит, давай мы тебе лучше купим, и ты не будешь ездить домой переобуваться. Такой трогательный момент у нас был. И вот, вот так, потом он приходил, он говорит, давай вот просто, у меня еще муж такой, он не может сидеть вот на одном месте. Ему нужно движение, 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 он всегда в движении. Поэтому в гостиничном номере мы не сидели с ним, мы постоянно были где-то на выезде. Ну вот два раза я возила его в партерю Сутлетия и в Петергоф, остальное время машина на парковке. Если не в метро, то мы заказывали, он заказывал такси, я тоже не знаю, как он с ними объяснялся, заказывал такси, и мы на такси перемещались по городу. У нас было вот так. Поэтому я не знаю, какой мужчина приедет вот конкретно к вам, но вы почувствуете это, вы почувствуете это. Ну и честно вам скажу, вот опять повторюсь, мне очень понравилось, что он, что мой муж приехал не смотреть город, потому что я знаю, такие есть красавцы, которые, знаете, хотят двух зайцев поймать. Поймать. Со мной так не случилось. Я вам желаю удачи, счастья, встречайтесь с вашим мужчиной. Буду за вас сжать кулачки. Я надеюсь, что это достойный мужчина, и у вас все будет хорошо. Всем желаю счастья, всех люблю. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.